Уважаемые слушатели, этот скринкаст посвящен картине русского живописца Бориса Михайловича Кустодио, написана она 1919 году, и здесь мы видим то, как отмечали на Руси широкую масленицу. О чем можно поговорить с ребенком, глядя на эту картину? Прежде всего можно рассказать про традиции, как отмечали на Руси праздник широкой масленицы. Это было положено приветствовать весну красавицу и окончательно спровадить за порог зиму. Намекнуть ей о том, что она в этом году уже потрудилась на славу, время ее закончилось. И в завершение своих серьезных намерений, в подтверждение, в последний день празднования масленицы, чучело зимы, которое изготавливали из соломы, сжигали. А еще масленицы – это премия, когда пекут блины и угощают ими друг друга. А на что похож у нас круглый блин? Он похож на солнышко. И можно спросить ребенка, а заметил ли он, что весной солнышко начинает более ярко светить, дни становятся более длинными. И начинает потихонечку год поворачивать к летнему периоду, когда мы уже чувствуем приближение тепла, когда снег может подтаивать. Но на этой картине еще как раз разгар конца зимы. Мы видим, что люди очень тепло одеты. Мы видим, что женщина одета в длинные юбки, шубки, а мужчины в тулупы. Вообще картина изобилует большим количеством деталей, которые очень внимательно выписаны художникам. И по ней можно изучить какие-то фрагменты быта, который был свойственен тому времени. Рассмотреть практически детально всех персонажей. Вот мы видим лотошников. Это тех, кто со своими лотками ходил и продавал всяческие мелкие товары. Да, вот мы видим, сколько их много, если приглядеться. В центральной части картины мы видим тройку. Это богато украшенная упряжка из лошадей. Для сравнения можно увидеть более скромный экипаж. Вот здесь мы его видим. Не так нарядно убрана лошадка. А мужчина, который управляет поводьями, пытается заигрывать со своей попутчицей, со своей пассажиркой. И она вот так вот стеснительно потупила взгляд. Но, судя по улыбке, ей это нравится. Можно рассмотреть и детально прочесть всевозможные надписи на магазинах, вывески. Видно, что здесь карусель. То есть какой-то центр народных гуляний, где и карусель, и представление театра. Мы видим, что Петрушка, это актер в костюме Петрушки, он околачивает дубинкой черта. Тем самым, конечно, автор картины нам говорит, что в общем-то добро, оно всегда побеждает зло. Ну, по крайней мере, в сказках это уж точно. И здесь даже мы видим, если обратить внимание, кусочек такой экзотической росписи. Может быть, это афиша. Мы видим слона, мартышку. То есть и фламинго. Вот можно сколько деталей заметить, когда вы внимательно рассматриваете картину. Мы видим здесь фонарь, который, видать, на керосине, потому что электричества-то не было. Проводовку тут еще не видим. А как фонари зажигались, можно объяснить малышу. Ну, вот так вот ходил фонарщик, подставлял к фонарю длинную лестницу, заливал в него в лампу керосин, поджигал ее. И вот таким образом и организовывалось уличное освещение. Никаких тебе мачтовых столбов с лампами. Все очень необычно для нас, для современников. Вот. Мы видим вот прекрасно вывеска булочная и такой дивный вкусный калач. Да, декоративный здесь изображен. И, конечно же, вот эти вот широкие гуляния, катания на тройках. И Кустодиев, конечно, он, все его картины пронизаны какой-то пронзительной, бесконечной любовью к России. Это, наверное, один из тех художников, которые воспевали Русь в своих картинах. Настолько это все ушло от сердца, от души. Потому что вот даже мы видим, да, вот гуляния, и вот как символ такой вот русской души, в верхней части, в середине картины, мы видим православный храм. Что может нам сказать год написания картины 1919? Если мы разговариваем со школьниками, которые уже изучают историю, то можно обратиться к известным датам и спросить, какие яркие события происходили в России в то время. Ну и, конечно же, мы обязательно вспомним о том, что в 1917 году была Великая Октябрьская революция. И вот это дает очень интересный оттенок в понимании этой картины. Потому что, конечно же, революция и гражданская война, это все несовместимо с тем дивным праздником, который мы видим, собственно, на этой картине. И тут становится понятно, что художник, он вот в это вот время, ну, скажем так, непростое для страны, которую переживала наша страна, да, он вспоминает ту самую душевную, праздничную, яркую, радостную Русь. И, собственно, по своим воспоминаниям он эту картину пишет. Вот такой вот штрих, он дает какое-то особенное послевкусие восприятия этой картины.